Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Леонид Александрович Троицкий. А к тому же, напомню, что он директор муниципального учреждения спортивная школа Олимпийского резерва. Так что мы поговорим, наверное, и о спорте, потому что, как известно, Люберцы – это территория спорта. Но об этом чуть позже. Нас, конечно же, важнее всего и больше всего волнуют проблемы, которые связаны с вашей депутатской деятельностью. Здравствуйте, Леонид Александрович! Добрый день! Тем более, вы уже у нас были, приходите к нам периодически как-то где-то отчитаться, где-то поделиться, где-то пригласить куда-то. Ну и так как очень быстро пролетело время от Нового года, мы плавно переходим уже к финалу зимы, начинается скоро весна. Вот кратко, что происходило после Нового года и где сейчас находится депутатская работа. В чем ее сейчас основная миссия? Ну, основная миссия депутатской работы – это заботиться о комфорте проживания жителей наших. В любое время. В любое время, да. Депутаты работают, что депутаты, что чиновники, все сотрудники муниципальных учреждений работают 24 на 7. Потому что у каждого из них задача стоит обеспечить наших граждан комфортным проживанием. А в понимании комфортное проживание там очень много факторов заключено. Вот это и лампочка должна гореть, и снег должен быть очищен. Да, и батарейки теплые. То есть, как бы, ну, вопросов очень много. Поэтому здесь перерывов, как говорится, я бы сказал бы нет. Ну, после новогоднего периода, вот когда праздники закончились, начинается такая, ну, сложный был этап, он, в общем-то, еще продолжается. Но мы все надеемся на то, что он идет к какому-то финалу. Мы это видим, как происходит в других странах. Я имею в виду пандемию, да, потому что пришел омикрон, увеличилось число заболевших. Но вроде бы как он немножко по-другому влияет на людей. Но, тем не менее, есть ощущение, что мы потихонечку выходим с точки зрения депутата, когда можно уже задумываться о тех проектах, которые, может быть, были в сторону на какое-то время отложены? Или таких проектов нет? Или все работало, несмотря ни на что? Не, ну, были, конечно, шероховатости, тем более, что касается общественных мероприятий. Это спортивные мероприятия, любые культурные, массовые мероприятия. Конечно, там были сложности. Если, допустим, коснуться спорта, да, например, это выезды спортсменов, да, мероприятия спортивные постоянно переносятся, все это подвязывается под финансирование, возникает много сложностей. Вопрос, сложности, да. То есть откатывать нельзя, переигрывать проблематично. То есть, ну, и все начинает, этот механизм, отлаженный годами, начинает сыпаться. То есть таких моментов на, ну, почти на каждом этапе в любой сфере деятельности, ну, многие прочувствовали. И, конечно, этот период был очень… Ну, этот переход на онлайн-систему, на такой виртуальный мир тоже, конечно, дался тяжелым трудом. Нужно было перестраиваться, да, как бы какие-то сферы даже, может быть, из этого излетели выгоду. Вот, и по-новому теперь стали работать, да, когда, так скажем, начали вот этот переходить на этот формат общения. Многие где-то там и бизнес-организации, то есть они в этом даже увидели… Ну, стали работать быстрее, эффективнее, точнее, четче и так далее. Потому что какие-то специальности, они реально позволяют работать на удаленке и работодателю экономить средства на этом. То есть, ну, и все из этого извлекают какую-то пользу. Вот. А сейчас, конечно, я считаю, что как бы сгущать краски не нужно. И по мне так, несмотря на то, что я и сам переболел, и переболел коронавирусом, и, я так понимаю, меня омикрончик тоже задел. Вот. Ну, слава богу, как бы так вот… Выходим из этого. Выходим, да. Ну, обычно, как бы, ну, поболели. Раньше всегда люди болели. И гриппом болели, урви болели. Разные болезни. То есть они никуда не деваться. Ну, просто попали в эту историю, но, тем не менее, сейчас возникнут новые вызовы, да, они, с одной стороны, традиционные. Весна, то есть подготовка, ну, да, мы увидим, что и тротуар, и дворовые территории, и краска, и так далее, и деревья, и тому подобное. Значит, начнется вот такая вот весенняя, ну, распутится с точки зрения погоды. Много работы предстоит. Есть какой-то график, расписание, схема этой работы у вас, ваших коллег-депутатов? Есть, может быть, обращение уже конкретное, что где-то там что-то зимой случилось? Ну, обращения-то они регулярны, тем более зима, на самом деле, непростая была. Да. Ну, не знаю, как я сейчас, в прошедшее время, может быть, она нас еще, скажем, посетит, да, то есть сейчас непонятно, что на погоде на улице происходит. Снежно-ледяная. Снежно-ледяная, да. Да, то есть снега было аномально много, вот, и, конечно, как бы много вопросов возникает по уборке территории, но я бы, так скажем, вот в таких ситуациях, ну, очень строго бы не судил и не нападал бы на коммунальщиков, потому что, ну, я считаю, что... Сверхвозможного. Да, не попробовав тут, ну, как бы, чтобы, скажем, понять ситуацию, возьми лопату и попробуй немножечко почистить свой двор. Хотя, на самом-таки, прецеденты есть, когда рехать, ну, как бы, дружные дворы, да, где вот душа в душу, как бы люди общаются с пониманием, да, брали лопаты, выходили, чистили сами. Вот, потому что люди с пониманием, то, что, ну, не могут разорваться. На всех непонятно. В напряженном режиме круглосуточно невозможно, как бы, все это сделать одновременно по каждому адресу, да. Вот, поэтому, а, к сожалению, конечно, ну, как это всегда бывает, есть вот эти вот генераторы подобных претензий, да, вот они вот сидят, там, телевизор перещелкивают, сами лопату в руках не держали, как говорится, но вот это вот в сетях, как говорится, подписать и смуту навести, как говорится, гораздо, да. Ну, я не поддерживаю, на самом деле, эти... Но, с другой стороны, если мы столкнулись с такой проблемой, то наверняка можно в дальнейшем, когда вот весенний-летний период, потихонечку подумать о каких-то изменениях или дополнениях в этой службе, да? Ну, конечно, конечно, ну, это как бы из года в год, это вот опыт, когда, там, допустим, впервые сталкиваются организации с такой проблемой, конечно, нужно как бы делать. Вот мы вот, допустим, чтобы далеко не ходить, ну, это такой, конечно, далекий полюс, да, вот в Турции выпал снег. Да. Там забастовка в аэропорту, кто мог подумать? Люди сидят в онлайн-режиме, говоря, что турки даже не собираются чистить аэропорт. Но у них никогда не было такой ситуации, у них даже техники нет, чистить аэропорт. Да, и лопатные. Конечно, после такой ситуации они сделают выводы, наверное, как-то что-то там, как в гараже куда-то поставить, какой-нибудь тракторочек, да, и будут уже иметь в виду подобные ситуации. То же самое и здесь. Мы все-таки, конечно, более, так скажем, северный район, да, и это нам более привычно, но все равно, кажется, когда в этом году, ну, аномальное большое количество осадков выпало. Ну, вот сейчас снег сойдет, и какие основные, вы видите, работы как депутата? Ну, они как бы и предусмотрены, и появятся еще какие-то... Приводить город в порядок, как это ежегодно происходит. Вот эта чистка, уборка, покраска. Уже все это расписано, уже схема существует? Конечно, да. Есть какие-то плановые мероприятия, которые ежегодные, есть в рамках обращений, потому что, ну, допустим, не знаю, там упала какая-нибудь глыба, сломала забор, или там избила карниз, конечно, то есть это уже дополнительно все идет. Обращения тоже есть, да, по обледенению были вопросы. Ну, опять же, возвращаемся к тому, что, ну, сказать, что мы не готовы были, как бы, устранять. Ну, не готовы, потому что с нами такого не случалось, да. Но подобные ситуации нас мотивируют, так скажем, пересматривать схемы работы, и на будущий год уже в полной готовности. Какие еще обращения вот за последнее время? С чем обращаются люди? Какие просьбы, проблемы? Ну, допустим, чтобы далеко не ходить, как будто на той неделе, да, мы... Тоже обратилась, ну, не буду называть фамилию, Светлана, да, инвалид по зрению, да, тоже такая, ну, интересная история, интересный человек на самом деле, вот. Вот, тоже переболела гриппом, вот, и получилось осложнение, потеряла зрение, вот. Но очень было приятно общаться с этим человеком, очень жизнерадостный, позитивный, неунывающий, занимается спортом, ходит там по выставкам, музеям. То есть активный человек? Активный очень человек, да, несмотря на как на данный недуг, вот. Вот, 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 вот в течение вот этой вот работы, да, получается, столкнулись с серьезнейшей проблемой, я считаю, да. То есть у нее вот собака-поводырь, вот. Официальная, там она, по-моему, в том году, да, в том году, по-моему, она там первое место в конкурсе заняла, по вот этим своим навыкам поводыря, вот, все паспорта, все это и есть, да. Ну, вот возникает проблема, вот, то, что у нас отсутствует информированность людей, причем, ну, ладно, там просто людей, да, то есть 99% людей не знают, как, какими правами может пользоваться... Человек-собаку-поводырьем. Да, человек-собаку-поводырьем. Собака-поводырь – это фактически техническое средство реабилитации, вот, и это утверждено, как бы, закреплено с законом. Человек, с обученной собак со всеми документами, может посещать любые общественные места, общественный транспорт, воздушные, водные, железнодорожные, наземные, музеи, выставки, кино. Это единое целое. Да. Вот, как мы начали общаться, человек столкнулся с этой проблемой. Из маршрута ее выгоняют, она идет в полицию, полицейский, к сожалению, открывает интернет, смотрит, а каким правами обладает человеком. Она просит, как бы, помощи, поддержки, чтобы защитили ее права. Ну, мало того, что там маршруточник не в курсе, да, то есть он смотрит, собака нельзя, все, до свидания. Хотя собака полностью со шлейкой, со всеми познавательными знаками, с намордником, с документами, все как положено. Вот такая проблема, которую мы, как бы, эту проблему пообсуждали, наметили планы. Учитывая то, что человек очень активный, она подключится, я говорю, вам нужно вливаться в нашу общественную палату с этой темой. Мы готовы проводить прямо рейды для информированности людей, да, потому что, ну, это не жизнь, как говорится. Ну, конечно, да, потому что... Тебя-то все никуда не пускают, хотя по закону, и причем штрафы выписывают, да, то есть, допустим, она может зайти, ну, понятно, как в соответствии со всеми требованиями, там, предварительно надо уведомить, допустим, администрацию, ну, ресторан, с самого-самого. Если, например, ее не допустят и, предположим, попросят удалиться, то есть, ну, законным образом на них должен наложить штраф. Даже так, да. И вот это, конечно, я считаю, что нужно это озвучивать и информировать, призывать людей к пониманию, да, потому что у нас, в принципе, я не сказал, что много жителей наших вот... Ну, это прецедент, это прецедент, да, это прецедент. Это нужно решать, тем более, что жизненные судьбы, жизненные истории, они разные бывают, и вот, кстати, вы коснулись темы некоего юридического непонимания, ведь наверняка многие люди к вам идут с этими вопросами, да, где-то обманули, где-то мошенники, где-то надо помочь что-то, может быть, там, с расследованием чего-либо. Насколько депутат необходим с точки зрения даже вот какой-то юридической поддержки человеку? Ну, допустим, какие-то банальные вещи, да, такие житейские, с которыми мы сталкиваемся, как бы, там, ежедневно, да, на этом уровне, конечно, можно, да. Дать рекомендации. Просто, ну, я не сторонник, как бы, брать на себя то, где в чем-то непрофессионал, да, конечно, если, допустим, депутат обладает юридическим образованием, да, работает в этой сфере и может абсолютно адекватно и взвешенно дать грамотную рекомендацию, вот, это, как бы, приветствуется, вот. Но, допустим, например, в моем случае, да, если я что-то не понимаю и в чем-то я сомневаюсь, я, конечно, просто человек лучше скоординирую, к кому ему обратиться и вот этот выстрою ему алгоритм, дорожную карту, как ему поступить в этой ситуации. Да, потому что, конечно, бывает так, что люди, ну, они вообще не понимают, с чего начать. Ну, да, то есть вы даже не посредник, а такой вектор направления, куда нужно двигаться, это очень хорошо. Напомню, что в гостях у нас Леонид Александрович Троицкий, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Сейчас сделаем небольшую паузу, после этого продолжим и наверняка коснемся спортивных вопросов, потому что все-таки вы директор спортивной школы Олимпийского резерва, а как мне поговорить об этом в год Олимпиады? Напомню, что это программа «Открытый диалог». Депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Леонид Александрович Троицкий у нас в гостях и директор спортивной школы Олимпийского резерва. Я так понимаю, что этому вы тоже уделяете большое внимание. Олимпийские игры всегда, когда они проходят, неважно, зимние, летние, люди как-то немножко переключаются на эту тему. Кто-то завидует, кто-то смотрит на спортсменов как на богов, а кто-то занимается спортом и рассчитывает на какое-то дальнейшее развитие. А у вас спортивная школа Олимпийского резерва. Вопрос звучит так. Насколько спорт сегодня важен вообще для человека? Не только олимпийский спорт высоких достижений, а просто некое состояние души и тела. Ну, я скажу, чтобы наши телезрители тоже не сочли это, что каждый кулик свое болото хвалит. Так скажем, без предвзятости буду говорить, объективно. Конечно, спорт высших достижений – это немножечко другая совсем история. То есть к этому надо прийти. Это работа. Надо быть готовым. Да, это работа. Для здоровья, физкультуры, спорт до определенного уровня, я считаю, что это необходимо. Потому что, так скажем, сейчас тоже очень много уделяется вниманию строительству образовательных учреждений. И при них такие серьезные, благоустроенные спортивные объекты. Плоскостные сооружения, спортзалы. Это как бы сочетание, это просто идеальное здоровье, интеллект. То есть оно должно вместе существовать, жить и идти параллельными дорожками. Я считаю, что без этого нельзя. Потому что я абсолютно убежден, что не имея крепкого здоровья, ты добьешься каких-то успехов, высот в какой-то другой профессии. Потому что тоже есть достаточно примеров в жизни. Ребята, которые достигли серьезного карьерного роста, успешности в бизнесе, еще где-то. Либо это кто-то просто от природы здоровый, очень крепкий человек. Даже, может быть, он и спортом не занимался. Но в основном все-таки это люди, которые все равно уделяют внимание физической культуре. Потому что, ну да, я так вспоминаю вот это изречение Черчилля, что я всей своей жизнью обязан спортом, я не занимался им ни одного дня. Да, 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 да. Ну и все еще говорят, что он и курил там до самых последних дней сигары, и выпивал до последнего дня тоже. И вот он так много прожил. Но это как бы, я считаю, что это исключение, исключение из правил. Не надо брать это за основу и за правила, потому что, ну, по-видимому, да, человек одаренный был. Ну и потом, может быть, он пошутил, может, все-таки был уже там в спортивном зал. Конечно, может быть. А это уже взяли вот эти бездельники, да, кто не хочет напрягаться, они взяли это за основу. Ну, а начало заниматься не надо. Вот, можно курить, пить и жизнь в туалет. Вот, поэтому я, конечно, это не поддерживаю. Физкультура и спорт – неотъемлемая часть сегодняшней жизни. Вот, тем более, как бы, так скажем, наши, ну, так скажем, условия проживания, они способствуют во всем. То есть, как бы, развитие спортивных объектов, клубов. Ну, сейчас, раньше было с этим сложнее, да, сейчас много. Да, есть нюанс то, что, с чем я, как бы, отчасти где-то не согласен, где-то согласен, это то, что должно быть больше бесплатного спорта. Вот, потому что, ну, развитие коммерции – это здорово. Но, опять же, как я это вижу? Да, я считаю то, что, так скажем, например, для определенной категории граждан многодетные, малоимущие должны быть какие-то по-любому льготы, даже в коммерческих структурах. Вот. вот, коммерческий платный спорт должен быть для тех, кто, ну, просто так вот для себя, там, что-то как-то побаловаться. Ну, который может себе позволить это, скажем откровенно. Для тех, кто хочет заниматься профессионально, он должен быть бесплатный. Хорошо. Такой вопрос – спорт, условия для жизни. Но мы, к сожалению, видим, что параллельно существует и другой мир, да, где неустроенность, где люди употребляют не только спиртные напитки, наркотики и так далее и тому подобное. Вот на сегодняшний день, как Совет депутатов работает в этом направлении? Следят ли за этой? Понятно, что это дело, прежде всего, правоохранительных органов. Ну, вот вы заговорили о спорте, а мы же прекрасно понимаем, что у молодого, любого молодого человека, который еще не опытен, у него, к сожалению, всегда есть целый ряд выборов, и он может выбрать не то, что необходимо. Вот как у нас идет борьба с этой негативной стороной жизни? Ну, опять же, так скажем, возвращаемся к спортивному управлению, к правоохранительным органам. Допустим, правоохранительные органы, я просто еще являюсь членом общественного совета при МВД, вот, и мы проводим подобные акции, вот, ходим в учебные учреждения совместно с представителями наркоконтроля, но если говорить об этом, там просто полицейские, где мы проводим разъяснительные беседы, просто общаемся в свободной форме с ребятами, выходим на такую близкую дистанцию диалога, вот, так, без формальностей, вот, и такие очень-таки теплые, получается, беседы, и, ну, конечно, это все идет для того, чтобы... Уберечь. Да, уберечь, как, ну, профилактическая мера, да. Точно так же, опять же, развитие спорта, да, то есть, это вот, мы заполняем вот этот вакуум, мы, чем больше спорта, тем меньше наркотиков, грубо говоря, будет, ну, потому что все-таки, я думаю, наркотики не смогут выйти на такой качественный уровень, да, как спорт. Конечно, они всегда появляются от пустоты, когда человеку нечем заняться, когда он нечем увлечься, и так. Ну, у нас, как, есть такое понимание, да, природа не любит пустоты, да, вот оно, как бы, естественно, не забиваешь ты, забивает тебе, да, вот как бы то же самое. Да, опять же. Нужно двигаться. Хорошо. Какие ближайшие планы? Вот сейчас у нас Масленица там пройдет, праздники и так далее, там уже раз-раз, и уже май месяц, опять праздники. Какие планы у вас, как у депутата, как вы проводите встречу с избирателями, встречи? Встречи с избирателями, ну, мы проводим по графику, вот, ну, опять же, пандемия внесла свои коррективы, теперь мы чаще в онлайн-режиме, и на связи, график зачастую даже не соблюдаем, да, ну, как бы немножко отпало, как бы даже, я бы сказал, бы это необходимость. Вот. У нас ожидает предвыборный год, да, ну, на самом деле, у нас так получилось, то, что у нас, наверное, выборы за выборами идут, у нас, по-моему, один год мы отдыхаем, да, у нас, получается, мы выбирали депутат Москового Думы, Госдумы, теперь мы муниципальный депутат выбираем, потом 23-й губернатора, 24-й президента, да, и, то есть, в общем-то, процесс такой, он постоянный, рабочий, и также мы в нем вовлечены. Ну, наверное, это хорошо, потому что заставляет депутата все время держать себя в форме. Расслабляться не получается никаким образом, потому что, ну, в любом случае, нужно ввести, я бы сказал бы на сегодняшний день, что, как депутат, он очень много времени посвящает некой разъяснительной работе, работе, так скажем, поясняя и донося до людей, более развернуто, да, то, что делается, как с там высшими органами, да, вот, потому что зачастую, как бы, некоторые позиции, они там, ну, непонятны, да, вот, и вот, ну, как идет пропаганда спорта, да, так же идет и пропаганда других вещей, вот, просто в спорте, как бы, все проще, здесь надо, ну, включаться и обладать знаниями, просто многие в силу, как говорится, отсутствия специфических знаний, да, то есть они, ну, порой не понимают, что вообще говорят, там, по телевизору, ну, да, да, надо как-то это донести, вот, и, конечно, то есть это уделяется большое внимание тому, ну, и, конечно, вот, как бы у нас сейчас такой, мы входим в спортивный режим, можно сказать, да, вот, потому что в сентябре выборы, вот, выборы, как всегда, это такое мероприятие непростое, вот, нужно быть достойным, ну, это вот та самая будет непосредственная встреча с избирателями, когда избиратели будут вывод делать, да, голосовать, голосовать, да, вот, кто-то из депутатов продолжит работу, кто-то, может, перестанет быть депутатом, кто-то по своему желанию, кто-то по выбору, опять же, избиратели, поэтому я так понимаю, что сейчас мы увидим некую, и так депутаты наши, городской крови берется, весьма активны, и, ну, даже исходя из нашей программы, постоянно отчитываются, рассказывают, мы видим эту работу, да, а сейчас она вдвойне должна быть усилена, потому что все-таки, ну, выборный год есть выборный год, никуда не денешься. Ну, я могу похвастаться то, что мы заняли, фракция партии «Единая Россия», город Люберцын, мы городского округа Люберцын, мы заняли третье место в области среди муниципалитета, среди фракций. Среди фракций, да, да, да. То есть, ну, это серьезно всего, получается? Сколько муниципалитетов, столько, столько и франции, да. Ну, это так, хорошая позиция, значит, но все равно готовится. Есть какие-то еще основные планы на будущее? Или все в рабочем порядке сейчас? Когда ближайшее заседание совета? Будет ли оно в режиме онлайн или в режиме личного общения? Сложно сказать, в режиме будем смотреть по ситуации эпидемиологической, да, то есть, конечно, как бы и гораздо интересней. Глаза в глаза, как говорится, решать вопросы, да? Потому что все-таки вот это оно, ну, по большому счету, качество то же самое, но нет той энергетики, да, через экран, когда ты смотришь. Конечно, да. Поэтому, конечно, лучше собираться. По крайней мере, мне вот больше нравится собираться. Я считаю, что это более, так скажем, эффективный, живой диалог. Где-то можно подискусировать, как-то там, поспорить или... Ну, или решить конкретные вопросы, потому что все депутаты, опять же, часть из которых вы бывало здесь у нас, очень много, ну, знают друг другом, кого связать, кого посоветовать. И какой-то довольно для избирателя сложный вопрос может превратиться в быстро решаемый вопрос. Ну, и я так понимаю, что ваши встречи с депутатами, с избирателями продолжаются, то есть они могут к вам обратиться. У вас какая-то есть обратная связь? Как это можно сделать? Безусловно, обратная связь. Ну, во-первых, мы на сегодняшний день, как говорится, доступны полностью в соцсетях. То есть все информационные ресурсы, они как бы, наша информация есть. Вот, я всегда на телефоне, прямой мой номер. То есть я максимально доступный для всех. Прием ввиду первый понедельник месяца, раз в месяц. Но, опять же, как бы, сейчас мы не привязываемся к этому. Ну, а сейчас очный прием есть или пока нет? Нет, очный прием есть, но при это, скажем, более детальном разборе, при тяжелом вопросе, который нужно обсуждать, коллективно встречаться, то есть мы, ну, лучше, конечно, так. То есть вот обстоятельства. А много приходят людей на очную встречу? Встречу или в основном все-таки все по онлайн? Тем более, что люди, наверное, пожилого возраста все-таки в онлайне чаще обращаются. По-разному сложно сказать. Потому что, допустим, люди пожилого возраста, у них порой возникают технические проблемы. Им зачастую просто проще прийти. И вообще, ну, пожилые люди любят пообщаться. Они хотят видеть, услышать. Да, людское такое, как бы общение хотят. Посмотреть в глаза, как говорится, прочувствовать так же эту энергетику общения. Для них это все-таки сложновато, все это новое. То есть все неоднозначно. Кто-то хочет просто позвонить, насыпать задачи, я, наоборот, приглашаю. Ну, давайте присядем, вы подъедете, мы посмотрим, как бы подумаем. Да у меня нету времени, ну, что вам еще надо? Вот я вот вам сказал, как вы там, типа, работаете. А, в долгоматах. Да, конечно, как бы вот такой формат не очень, как бы, да, приятен. Потому что, ну, как бы мы все-таки орган, как бы, не муниципальной власти, да, что там мы не чиновники, да, что нам задачу нарезали и побежали, мы должны делать. То есть, как бы, и лучше разобраться. Не просто, допустим, уберите снег там возле первого подъезда, да. Ну, есть для этого управляющая компания, позвоните туда, как бы, и поговори об этом. А им кажется, что депутат должен взять лопату, прости. Ну, это, опять же, это вот, так скажем, уровень понимания людей, вообще, кто за что отвечает, да. То есть тоже, как бы, депутат депутат должен все делать. Ну, да, я думаю, что сейчас, вот, опять же, выборный год, побольше будет информации для людей про депутатов, вообще про депутатский корпус, про то, как это работает, куда обращаться. Вот, спасибо, что вы к нам пришли, я думаю, что еще придете. Леонид Александрович Троицкий, депутат депутатов городского урока Люберца и директор спортивной школы Олимпийского резерва. Желаем вам хорошей работы и хорошего весенне-летнего сезона. Спасибо. Потому что потом осень, потом начнутся выборы. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова